Радио «Свобода» Да вот мудрости не хватает Накануне Дня Победы нам опять объясняли, что Сталин допустил некоторые ошибки Но именно ему мы должны быть благодарны за Организацию Победы Ветераны отмечают этот день действительно со слезами на глазах Как поется в известной песне Брежневской эпохи «Проглядели цензоры» Это какая-то очень офигенная организация получается Если мужики, ветераны, солдаты, видавшие клочья от своих товарищей до червей в собственных ранах В день Победы плачут От чего слезы на глазах спрашиваются? От отчаяния? Так победили ведь От радости? Тоже не похоже Мой ответ Солдат плачет от обиды Обиды на власть, допустившую войну На тупые приказы командиров На пренебрежение со стороны нынешнего и еще советского толсторожего чинуши Солдат оплакивает свои несбывшиеся надежды на новую жизнь после Победы Короче, на ту самую организацию, которой теперь, выражаясь словами писателя-фронтовика Виктора Остафьева Современные сытые комиссарские жопы пытаются оправдать сталинский режим и определить ему достойное место в истории Хваленая сталинская организация, в конце концов, сама была опрокинута в девяносто первом году Земля уже не вынесла Сталин и Гитлер хрен редки не слаще Спасибо за внимание С уважением, Роман Степанович Первое обеление Сталина и сталинизма было предпринято в брежневские годы Длилось это 20 лет Второе обеление началось при Путине, а при ком закончится, неизвестно Но рвение слабеет Брежнев не сделал главного, не решился Вернуть Сталину звание гения, а сталинизму – славу идеального общественного устройства Путинцы же вообще поступили со Сталиным так, что их-то он наверняка стер был в порошок Объявили его хорошим менеджером Вписали словно насмешку это иностранное слово в российские учебники Менеджер – значит управленец, управляющий Такой устроили Сталину путь в аналах От гениального вождя, отца всех народов до хорошего управленца Знать бы, как долго еще по взглядам на Сталина в России Можно будет судить о взглядах по существу на все И в первую очередь на демократию Правда, есть любопытное отклонение Уже можно безоговорочно осуждать Сталина и сталинизм И в то же время всеми фибрами души не принимать демократию Здравствуйте, Анатолий, пишет господин Кашлев Яйца Фаберже не помогут В долгосрочной перспективе Арканар, несомненно, подлежит распаду Здесь сразу прерву господина Кашлева, иначе не все наши слушатели поймут дальнейшее Арканар – это королевство из книги братьев Стругацких «Трудно быть богом» Страна в промежуточном состоянии Мне как-то попалось письмо, автор которого относил Арканар к Розе Мира Книги Даниила Андреева В этой книге много странных имен и названий Мысль нашего слушателя, которую он будто бы почерпнул у Андреева, была примерно такая Где-то в потустороннем мире имеется некое бесплотное подобие России Вроде отражение в зеркале Только это отражение не безучастное, а наоборот Оно управляет всем, что происходит в земной России Сию управляющую силу и было названо Арканаром За этим, то есть за распадом России и Арканара, продолжает господин Кашлев Вероятно, последует объединение, но уже с Европой Свой кусок получит и Азия На мой вкус было бы лучше, чтобы Арканар весь отошел Азии Там есть своя гармония Впрочем, американская, неевропейская ментальность С ее неистребимым позитивизмом Может, Бог даст и выиграет Россию Тут надо действовать весьма осторожно, чтобы не сломать спицы расписные Спицы расписные – это блоковское определение судьбы Арканара Дополню цитатой из былого и дум Герцена, продолжает автор Умнейший, надо сказать, был человек Александр Иванович Герцен Долго жил в Англии, понаблюдал соотечественников со стороны Поставил диагноз, он верен до сих пор Моды нигде не соблюдаются с таким уважением, как в Петербурге Это доказывает незрелость нашего образования Наши платья чужие В Европе люди одеваются, а мы рядимся и поэтому боимся Если рукав широк или воротник узок В Париже только боятся быть одетым без вкуса В Лондоне боятся только простуды В Италии всякий одевается, как хочет Если показать эти батальоны одинаковых сертуков Плотно застегнутых щеголей на Невском проспекте Англичанин принял бы их за отряд полисменов Здесь автор письма обрывает выдержку из герцена А я вернусь к спицам расписным У блока это звучит так И вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи Передвигались на конной тяге Были телеги, брички, кареты В каретах ездили баре, другие состоятельные люди Крупные чиновники Короче, власть и собственность Карета представляла собой произведение искусства Дорогое дерево, кожа Она блестела и важно скрипела Блестели и начищенные медные части Лошадьми управлял кучер, одетый как генерал Спицы колес раскрашивались, расписывались И на ходу, когда колеса вращались Получался разноцветный круг Интересное такое веселое зрелище И все бы хорошо, но в каретах передвигались Не только по Невскому проспекту Но и по русским дорогам И эта красота забрызгивалась грязью, застревала в расхлябанных колеях Образ блока, автор письма на свободу, видимо, понимает так Жуткая дисгармония Не суразится, противоречия В одно дело вкладываем бездну ума, вкуса, любви А в другое авось сойдет и так И этот авось делает бессмысленным, жалким все остальное Расписывать Спицы для расхлябанных дорог Это некое извращение Или дикарский перекос Можно, конечно, таким образом толковать блока Тем более, что был он символист Но в данном случае, мне кажется Он не ставил своей целью Ткнуть свою горячую любимую родину Носом в ее расхлябанные колеи Впрочем, господин Кашлев, как мы слышали Мечтает, чтобы все было хорошо Чтобы и дороги в России стали не хуже американских Но и спицы расписные остались Я обеими руками за Кстати, там, в стихотворении Александра Блока «Россия» Там не только расхлябанные колеи Там и три стертых треплются шлеи И тут же не только спицы расписные Но и годы золотые Опять, как в годы золотые Три стертых треплются шлеи И вязнут спицы расписные В расхлябанные колеи Все перемешано и все на своем месте Да, там же еще и разбойная краса И осторожная, слушайте, тоска И над всем невозможное возможно И невозможное возможно Дорога долгая легка Когда блеснет вдали дорожной Мгновенный взор из-под платка Когда звенит тоской острожной Глухая песня ямщика Начнешь это все истолковывать Можешь запутаться Или нагородить такого Что самому стыдно станет Поэтому лучше всего не мудрить А довериться поэту У него сказано Ясно и прямо Россия, нищая Россия Мне избы серые твои Твои мне песни ветровые Как слезы первые любви Радио Свобода У микрофона Анатолий Стреляный С передачей Ваши письма Вот еще одно письмо Для самой широкой публики Пусть она Самая широкая наша публика Это стерпит А то и позавидует тем Кто поймет все без труда Читаю Интернет-коммуникации Мобильная связь Формируют Такую модель отношений При которой Отсутствие собеседника Обязательно Структура диалога Меняет свою Так сказать Молекулярную решетку Миллионы мнений Сталкиваются В реальном времени Сотни тысяч воин Вихрем проносятся По онлайновой вселенной И победители Гордо возвышаются На виртуальных пьедесталах Хорошо сказано Но сфера Которую пророчил Вернадский Имеет Свой физический адрес Он начинается На www Мысль еще крепка Но цифра Неумолима Множество людей Работают у мониторов Дома Миллиарды виртуальных Денег вертятся На вебмане Миру дали Другое имя Перемены настолько Очевидны Что даже епископы Открыли свои сайты Хотя Евангелизация в интернете Бесчеловечно По протоколу Оцифрованный мир Ставит знак равенства Впервые человечество Равноценно Самому себе Цифра стала Невидимой Второй материей Сумасшедший Нищий Стоит рядом с президентом Идиот Соперничает С Нобелевским Лауреатом Границы государств Напоминают Мозаику Советских Гастрономов Диктаторы Мгновенно Вылетают На видео Ютюб В раздел Комедии Грех Исчезает Как слово Потоп информации Вынуждает Эволюцию Пятиться Нас уже боятся Рыбы И микроорганизмы Заработала Глобальная Мануфактура Ноосферы Продолжает автор Экраны Мониторов Стали подобием Лампад Цивилизации Электрические Итоки Могут Заменить Курсы Валют Мне видится Апокалипсис А мой сын Спокойно Собирает Портфель И шагает В школу Пишет Господин Илько Прекрасно Пишет Спасибо вам Дорогой Густое У вас Получилось Письмо Как стихи А сыну Вашего сына И портфель Не будет нужен Ни учебники В мочке Его уха Будет чип Смаково Зернышко И это все Что будет требоваться Ему для жизни А может быть И от жизни Не будет школы В нашем смысле слова Не будет И мониторов Все изображения Будут попадать Прямо в мозг В конце концов Отпадет нужда И в алфавите А может быть И в звуковой речи Люди будут Обмениваться Мыслями Без слов Неловко Повторять Старую красивость Что неизменным Останется Только природа Человека Им будут владеть Те же страсти Всего прочнее На земле печаль И долговечнее Царственное слово Печаль то останется А слова В нынешнем виде Может и не будет Все более заметным В российском обществе Становятся Вероучительные Церковные И вокруг Церковные разговоры Служу об этом По письмам на свободу По отдельным Высказываниям В письмах Посвященных Совсем другим И конечно По российской печати По интернету Церковь стала Частью общественной жизни Даже политической Как немало Подходит это слово Для российских условий О патриархе Кирилле Например Пишут только С политической точки зрения Так станет ли он Деятелем Который превратит Наш трон Где сейчас Сидят двое В треугольник Чтобы дву Имверат Превратился В триумверат Таким вопросом Задается господин Сухоруков Из Перми Я не оговорился Читая его письмо У него написано Именно так Дву Имверат А не Ду Имверат Думаю Это он в порядке Юмора и сатиры Хотя вообще-то Дву Имверат По-моему Больше соответствовал бы Духу русского языка Чего нельзя сказать О духе русского управления С княжеских времен У части Молодых людей Возникает потребность Разобраться В том Что это такое Религиозная жизнь Церковная жизнь Чем они отличаются Друг от друга Как складываются Отношения Светской И церковной властей Стоит ли дальше Вникать в это дело А может И приобщаться Начетчики Кажется Дождались Своего часа Как когда-то Люди с наслаждением Толковали Марксизм Ленинизм Обвиняли друг друга В отступничестве Уклонизме Измене буквы Этого писания Так теперь Занимаются Евангелием Всей Библией Церковной историей Трудный период Серьезный вызов Для церкви Для церковной пропаганды Здесь это слово На своем месте На своем законном Первоначальном месте Оно ведь и возникло В церкви И означало пропаганду Именно христианство А не иных учений И государственной политики Да, не успели Отойти в прошлые Споры о том Что такое социализм Можно ли называть Социализмом Порядки в СССР Как возник Новый предмет И опять Пытливые молодые люди Не дают покоя Батюшкам Те уже жалуются Что нет отбоя От зануд Только мол И слышишь от них А можно ли то Можно ли эту Почему так А не иначе И где же наконец Истина и правда И почему это Разные слова До сих пор Я избегал Нагружать Слушателей Радио Свобода Этим материалом От греха подальше Но делать вид Что его совсем нет В нашей почте Тоже не приходится Возвращаясь к письму Господина Сухорукова Скажу Что пока нет По моему оснований Подозревать Патриарха Кирилла В сознательном намерении Образовать в России Триумвират Судя по всему Он стремится К большей независимости От политического режима Хотя понятно Что на деле Это в нынешней России Означает Что-то маленько Похожее на бунт Можно усмотреть И тонкую претензию На кусочек Властного пирога Когда-то говорили Что в революцию Ведут разные пути Еще раньше Что к Богу Приходят Разными дорогами В российскую оппозицию Тоже приходят По-разному И не всякий раз Вполне сознательно Доведется ли нам Отнести это К патриарху Кириллу Пока трудно сказать Пока что мы располагаем Одним Но по-моему Грандиозным фактом Путин с Медведевым Опоздали на церемонию Вступления Кирилла На патриаршество И тот не стал их ждать Ей-богу Это как выдвинуть себя В президенты Следующее письмо Я живу в городе Одессе У нас есть большой магазин Копейка Рядом есть фонтан Вокруг которого Сидят люди Однажды я наблюдал Такую картину Сидели три молодых человека И разговаривали Между собой На украинском языке Поодаль сидела Другая компания И распивала пиво Что очень модно В Одессе Несколько человек Из этой компании Подошли к этим ребятам И сказали им Что Одесса Не Львов И что здесь Нужно говорить Только по-русски Ребята отказались Выполнить их требования Тогда завязалась Такая драка Которую я очень И очень давно Не видел И это в городе Жители которого Как будто Очень лояльны Ко всем национальностям Конфессиям И языкам Саша Марьясин В этом письме Описан случай Редкий Не только для Одессы Но и для всей Украины Оба языка И их носители Уживаются В целом хорошо И пожалуй Все лучше И пример Показывает Как раз молодежь В молодежной Русскоязычной среде Украинского патриотизма Больше чем у старших Больше заинтересованности В украинской государственности Больше тяги К украинству Один читатель Прислал письмо На смерть Актера Янковского В середине В середине В середине восьмидесятых Я любил шастать По стройкам Гонять В одно касание Жарить В пекаря И ходить На болото Культурная жажда Удовлетворялась Романами Уэллса И последней колонкой Газеты Труд Кинообразование Заключалось В многократных Просмотрах Неуловимых И каникул Кроша И вдруг Тот самый Мюнхгаузен Свежесть Ощущений От фильма Храню До сегодня Герой Янковского Излучал Такое Чего не было Для меня Ни в одной Советской Киноленте Фантастика Разоблачала Ложь Социалистического Реализма Человечная Искренность Советскую Идейность Многозначная Красота Образа Делала Обязательным И захватывающим Повторный Просмотр Мюнхгаузен Олег Иванович Так встряхнул В моих глазах Советские Основы Что полет На пушечном Ядре Под изумленный Стон толпы Стал единственно Возможным Началом Любого Дела Остальные Фильмы Идут В догонку Ни у кого Больше Не видел Таких Усов И с прищуром Паянковский Глаз Пишет этот Слушатель Я вспомнил Ничто иное Как уж Извините Произведение Николая Гавриловича Чернышевского Революционного Демократа Как определил Его Ленин На которого Тот произвел Неизгладимое Впечатление А произведение Не что делать Со знаменитыми Снами Веры Павловны А диссертация Об эстетических Отношениях Искусства К действительности В ней доказывалось Что красота Относительно Женщина Женщина Которую Высший Свет Считает Красавицей В глазах Мужика Уродина Потому что Ее Стройную Изящную Не поставишь На полевую Работу Она не остановит Коня на скаку Не выкормит Своей крохотной Грудью Выводок Ребятишек Будущих Помощников По хозяйству Советский Социализм Это было Серьезное Предприятие Оно Перечеркнуло Все Досоветские Понятия О том Что такое Хорошо И что такое Почти победили Еще бы чуть-чуть И все Зюганов Не зря Говорит С великой скорбью Что Сталину Не хватило Всего Нескольких лет Чтобы сталинизм Как общественное Устройство Стал необратимым Тогда Янковскому Пришлось бы Играть Нечто другое Его герой Своим появлением На экране Возвращал Прежние Досоветские Понятия О красоте О щегольстве Он один Перечеркнул Столько достижений Социалистического Реализма Что у Зюганова При мысли Об этом Сегодня разрываться Сердце Из Миргорода На Радио Свобода Прислал Несколько своих Текстов Господин Запорожец Я не называю Этот материал Письмом Это сборничек Маленьких Художественных Произведений Настоящих Художественных Произведений Передача Ваши письма Не для этого Рода писаний Но для двух Крохоток Господина Запорожеца Я с удовольствием Делаю исключение Слушайте На Страстной В тупом переулке Хозяйка Мыла забор Не щеткой Не тряпкой А кухонными Мочалочками У ворот Стоял таз Полный пены На верхушках Штакета Медленно Выпрямлялись Сохнущие Разноцветные Паралонки Хвиртка Калитка И ворота Крохотка Крохотка Господина Запорожца Из Миргорода Напомню Что Крохотками Называл Свои маленькие Сочинения Солженицын Читаю Мои дети Ходят в храм Тем реже Чем становятся Старше Такое Бабушкино Чудо Долготерпения Их лбы Растут Головы Опускаются Все ниже Насупятся И молчат Что они Видят Сегодня В церкви Что они Просто видят Вспоминается Английский Стишок Из чего Только Сделаны Мальчики Даже Если Их нет Дома Я все равно Услышу При надобности Топот Их резвых Ног И повизгивание Голосов Серебряные Крестики Болтаются На тонких Шеях В разгар Веселья Выбиваются Из-под Футболок Тогда Дети Становятся Похожи На маленьких Епископов Именно Таким Спаситель Просил Не препятствовать Приходить К нему Представляю Как Христос Небудь Кане Хватал В охапку Несшегося По улице Сорвиголову Подбрасывал И не спеша Ставил Назим Вот и Тайная Молитва Для отрока Поймай меня Господи Если сможешь Вот почему Когда наша Бабушка В субботу Вечером Нарочито Бодрым Голосом Зовет Ребят До церкви Я молчу Нельзя Как говорил Отец Встревать Диалог Внуков С бабушкой Недоторканой Редко Такая Вечерняя Угода Заключается Взаимностью Зато Если Подписан Мир То Завтрашний День Для старушки Три на Десятый Праздник Я бы читал Крохотку Господина Запорожца Из Мир Города Ну что же Вы Фальсифицируете Как историю Так и Литературу Господин Стреляный Следующее Письмо Зачем Вы привели В своей Передаче Клеветническую Оценку Нашей страны Англичанкой Тойнби Что Россия Отдельная Цивилизация Наподобие Византии Которая Считает Себя Всегда И во всем Правой И ни к чему Не способна Кроме Тоталитаризма Все же Совсем Не так Почему Вы скрываете От своих Слушателей Идею Федора Михайловича Достоевского Который Задолго До вашего Тойнби Указал На Россию Как на Отдельную Цивилизацию Что-то Много У нас Сегодня Получается История Литературы И философия Может быть Мы как-нибудь В следующий раз Чуть подробнее Скажем О Тойнби И Достоевском Если Почта Свободы Даст повод У Достоевского Можно вычитать Что угодно Найти лыко Для всякой строки Он говорил Например Не об отдельной Русской цивилизации А об отдельной Национальности В высшей степени Самобытной Но такой Которая Уже никогда Не оградится Китайскими стенами От человечества Это его слова А наоборот Вберет Все те идеи Которые С таким мужеством Развивает Европа Тоже его слова И вернет Их ей Эти идеи В улучшенном виде А счастливит Ее так сказать Это согласитесь Не совсем то Что проповедовал Путинский Кремль Здравствуйте Уважаемый Да не очень ведущий Это последнее На сегодня письмо Прослушали передачу В которой Вы возмущаетесь Что молодые мамы Гуляя с колясками Одновременно Пьют пиво Из бутылок И курят сигареты Мы Молодые мамы Нашего двора Обсудили Ваше выступление У нас к вам вопрос А вы не подумали О том Что у нас Молодых матерей Нет другого Времени И условий Чтобы в спокойной Обстановке Выпить пиво И выкурить сигарету Дома У многих Мужья Которые обязательно Постараются Разделить с нами Компанию Со всеми Вытекающими И себе И своим детям Вот что поражает Нашу слушательницу Написавшую нам Если не ошибаюсь Из кривого рога Или тут тоже Желание быть Как все На волнах Радио Свобода Закончилась Передача Ваши письма У микрофона Был автор Анатолий Стрелянов Редактор субтитров А.Семкин